друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ульга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей за этим меня сегодня такое настроение друзья мои такое бы сказала состояние что мне сегодня вообще ничего не хочется делать я вот уже несколько часов тому назад могла выложить обзор на вот этот ролик урал очки да я так краем глаза посмотрела что же там происходит и так далее но вы знаете вот когда не хочется что-то делать да то ты себя постоянно пытаешься отвлечь на какие-то ну неважные так скажем моменты да то кто-то позвонит и там начинаешь с кем-то там разговаривать общаться то значит где-то там зацепился за телевизор я имею виду что-то там посмотрел да то еще какие-то новости почитал что там происходит творится в мире вот благо я вчера друзья мои все приготовила все сделала а и фарши накрутила и котлет запекла в духовке великое множество да и салатов наделала все на свете и сегодня собственно у меня такой день практически я бы сказала выходной от домашних дел и вот я хожу слоняясь из стороны в сторону нет бы сесть сразу и запилить видос на уралочку ну что ж мои хорошие вот собственно я и родила этот обзор да как говорится мои хорошие приступаем в общем что там происходит ребята буду рассказывать а ну что что стоит уралочка вместе с сарафаном довольные счастливые сияют уралочка рассказывает вот приехали по делам я говорит с бровями сегодня и ногтями бровки пока черненькие но потом стерутся да стерутся меня сафар забрался с с с с с с салона помогает ей сарафан вспомнить необходимое слово. Она, ну, да, салона. Ну, вообще это как бы парикмахерская. Ну, да. Друзья мои, в общем, что-то с чем-то, как говорится. Да, это картина маслом. Приплыли, я бы сказала. Ищут термос. Друзья мои, вы знаете, я смотрю на превью Уралочки, и мне смешно. Уралка-то там и правда как таджичка с бровями. Вот мне, знаешь, что интересно, да? Понятное дело, что тебе только что покрасили брови. А неужели нельзя до ума эти брови довести прям вот не выходя оттуда, да, где тебе их, собственно, красили? Взять немножечко их слегка самостоятельно так скажем подсмыть, да, дабы они не были такими черными и так сильно не бросались в глаза. Я бы поняла, если бы она еще была какая-то там, знаете, брюнетка, да, там такая прямо жгучая брюнетка и так далее, и тогда бы действительно ее брови смотрелись бы хорошо и прекрасно на ее лице. Но учитывая, что она все-таки блондинка, друзья мои, практически, да, то вот эти темные брови ей смотрятся просто очень интересно. Вы очень прям, знаете, как углем ей нарисовали, как морфушеньки-душеньки, да, и вот только не хватало румянца, как у морфушеньки-душеньки, на все, на все лицо, и, как говорится, вуаля, пошел, да, айда пошел вперед, как говорит у нас Уралочка. И опять, друзья мои, все про жрачку. Вспомнила Уралочка, дошли они, значит, там до отдела, где там все-все-все для хозяйства, все нужно и так далее. Вот они ходят, там охают, ахают, и Уралочка опять, друзья мои, все воспоминания из детства касаются Уралочки, исключительно только о жрачке, о чем, собственно, мы с вами и говорили, да, потом она еще маму вспоминала и говорила, вот, мама со мной боролась, мама пыталась сделать из меня стройняшку-худышку, но не получилось. Конечно, как могло получиться, когда мама с папой за порог, как говорится, а Уралка уже начинала там что-то кашеварить или бежать за очередными булками и за колбасой в магазин, да. Вспоминая детство, увидела вот эту форму, друзья мои, ой, ой, орешница, орешница, Уралка, тебе только еще орехов, как говорится, и, да, да, вот полный-полный боекомплект был бы. Далее, ходят, смотрю, все с сарафаном, окают, акают, друзья мои, о-о, вот это надо купить, о-о-о, вот это надо купить, о-о-го, вот такое все, ребят, прям, знаете, the best все объясняют, все показывают. Далее, далее Уралочка вышла, значит, собственно, оттуда и все раскритиковала, говорит, вот там написано, что здесь есть все, но того, что нам надо, здесь нет. Ребят, ищу термос, что его искать, я вообще не понимаю, да. В любом большом гипермаркете, даже вот элементарно, ты приезжаешь там, магниты, ленты и так далее, там этих термосов, мама не горюй, огромное количество, всяких разных, да, это я уже говорю, что вот самое такое вот ближайшее, да, все вот эти вот гипермаркеты, плюс там какие-нибудь магазины, да, для охоты, для рыбалки и так далее, ну, понятное дело, они есть в наличии, не знаю, что они искали, может, искали, хотели за три копейки, как обычно, но вот действительно не получилось, не срослось, поэтому Уралка все и раскритиковала, ну, и тут же, тут же не успели поехать, доехать до дачи, да, Уралочка рассказывает, что вот, надо бы доехать до дачи, на улице уже холодно, была, говорит, жарень, была, говорит, жарища, жаришка была, а сейчас холодно, ну, ничего, Уралочка, у тебя рядом сарафан, да, ты ж кричишь о вашей неземной любви, глядишь, тебя, возможно, авось, как говорится, и согреет ночью темной, хотя, конечно же, не факт, очень в этом сильно сомневаюсь, далее, друзья мои, не успели, не успели сесть в машину, как сарафан тут же захотел жрать, да, причем захотел, по словам Уралки, сарафан, но шаверма почему-то оказалась в руках не только у сарафана, догадайтесь, еще у кого, все абсолютно, вы правы, да, в руках у нашей малышки, малышки красопетовны, друзья мои, вы знаете, вот она жрать никогда не хочет, но жрет почему-то наравне со всеми, вот мне очень интересно, да, обычно, когда люди не хотят есть, они говорят, я не хочу ничего есть, да, или там, что тебе взять в магазине, да, вот просто поехали куда-нибудь, едут там на дачу, да, на озеро, там еще куда-то, что тебе взять, да, вот выхожу, я там спрашиваю у своих товарищей, что вам взять, там начинаются заказы, кому мороженое, кому пирожные, кому там, кому воду, кому минералку, кому еще что-то, да, ну, а здесь, понимаете, вот захотел сарафан, но шаверма оказалась в руках не только у сарафана, еще и у уралки, они, правда, сказали, что еще абду прикупили, но, как известно, об этом история умалчивает, понимаете, друзья мои, причем мы сами с вами прекрасно понимаем, да, что шаверма, она вкусная, пока она, так скажем, относительно теплая, понятное дело, что ее можно погреть, но, опять же, это уже будет немножко не то пальто, но, опять же, да, вот это, я высказываю свое мнение, далее, друзья мои, сарафан так захотел жрать, причем тут же, тут же прям уселся, и в салоне машины начал все это жадно жрать, объясняя, что вот уже времени-то полно, полно, а он уже, типа, голодный, да, уже, как говорится, горшок стучит вовсю, далее, далее мне, вот, значит, там тоже зрители написали, Галя, брати внимание, вот у них покоцанная машина, и так далее, писали уже несколько человек, ребята, огромное вам спасибо за ваши такие комментарии, за то, что пытаетесь всегда там обратить на что-то внимание, это тоже очень важно, спасибо большое за информацию, что хочу сказать по этому поводу, хочу как раз таки вспомнить тот самый момент, когда Уралка рассказывала про покупку этой машины, я сразу сказала, машина 18-го года, это если она действительно еще 18-го года, если еще не более, так скажем, старая, но даже если поверить, Уралке, да, на сей раз, если даже поверить, что она действительно говорит правду, пусть эта машина будет 18-го года, вы должны прекрасно понять, если они эту машину покупали через салон, как я вам уже и говорила, машина в 23-м году может стоять только 22-го года, на который никто не ездил, все, что свыше года, уже все, тогда уже убирается из салона, если никто на эту машину не позарился, а в салоне через трейд-ин сдают огромное количество людей свои машины, то есть у этой машины, которые покупали сарафан с Уралкой, я уже объясняла, это могу еще раз объяснить для тех, кто не понимает, эта машина стояла в салоне, потому что кто-то, кто на ней уже ездил с 18-го года, сдал эту машину в трейд-ин, взял какую-то новую машину из салона, ну или какую-то бушную машину, которая тоже стояла в салоне, а свою машину сдал в трейд-ин, ну те, кто понимает, они понимают собственно о чем я и говорю, поэтому у машины Уралки и сарафана, она 18-го года, ей уже 5 лет, и у нее уже как минимум один хозяин, один собственник до сарафана уже был, а возможно даже и не один, а возможно даже и два, поэтому удивляться, что там машина покоцанная и так далее, ну собственно ничего удивительного нет, машина не новая, машине 5 лет на этой машине ездили, эту машину просто продавали через трейд-ин в салоне, это понимают абсолютно все, там в салоне могут продаваться, вот не в самом салоне, в самом салоне стоят новые машины, а на территории салона, на улице, могут стоять как раз таки машины, которые продают через вот этот трейд-ин, и все это прекрасно понимают, там может стоять машина, и которой 10 лет, да, и которые там 5 лет, и которые там еще там сколько-то лет, короче, в общем, как-то так, поэтому машину эту уже они покупали, ей было уже 5 лет, и у нее уже были другие хозяева, поэтому Уралка даже не понимает, о чем она говорит, но не понимает, потому что они, ей кажется, раз в салоне, значит, все поверят, что это новая машина, на которой никто не ездил, она стоит уже 5 лет в салоне, никто, запомните, держать машину более 1 года, да, то есть вот сегодня, вот, допустим, сейчас у нас 23 год, да, если машина 22 года, она еще может стоять в салоне, если бы была машина 21 года, сейчас в 23 году, на которой никто не ездил, она бы в салоне просто так не стояла, ну, ладно, это про машину, далее, далее, Уралочка рассказывает, ребята начинают, значит, тут интриговать, ой, ой, надо будет съездить к брату, друг другу там подмигивают, надо по делу заехать, скоро узнаете, ой, нашли термос, демонстрирует Уралка, нашли, говорит, у себя в сарае, ребята, боже мой, все грязное, все какое-то пыльное, да, понятное дело, что вы это не доставали миллион лет, но можно было хотя бы там как-то навести порядок, да, вот ты ходишь там, ни черта не делаешь в этом сарае, в своих сараях, да, на дачу приезжает, вместо того, чтобы ходить, ни черта не делать, занималась бы, хотя бы приводила в порядок то, что у них там есть, есть, да, но нет, Уралочка об этом даже не думает, короче, нашли термос, Уралка, друзья мои, довольная, счастливая, главное, что он вместительный, сказала Уралка, ну, понятное дело, в него, говорит, много влезет, мы, собственно, и не сомневались в ваших вот этих вот способностях, пожрать, попить и поесть, далее, далее, друзья мои, сарафан светится, как начищенная кастрюля и говорит, а, скоро интрига, скоро, ой, говорит, мол, такая у нас интрига, скоро все узнаете, так его подмывает что-то рассказать, но, видимо, решили сделать сюрприз, сейчас мы к этому моменту обязательно еще перейдем, да, вот, вот, говорит, вот, вот, куда-то, да, типа куда-то, типа куда-то намылились, куда-то поедем обязательно и так далее, ну, понятно, друзья мои, значит, что, заехали они еще, заехали, поехали они к брату, к этому двоюродному брату Уралочки, Уралочка говорит, вот, заехали в ихнюю улочку, да, в ихнюю улочку, приехали, говорит, брату, далее уже, друзья мои, вещают из магазина, берет Уралочка, значит, в тележку, там, то, что ей надо взять, ну, а Сарафан, как всегда, вот, мол, набираешь так, как будто тебе это бесплатно, Сарафан, так набирайте меньше, какие проблемы, жрите меньше, если тебе даже на еду, на вашу же жрачку жалко денег, да, ешьте меньше, какие проблемы-то, согласитесь, ну, и приехали домой, Уралочка и говорит, вот, приехали домой с бровями и с ногтями, Уралочка, хорошо, что ты на бровях домой не приехала, вот это было бы уже весело, да, после пьяной креветки, вернее, после толстой креветки, Лека, привет, которая мне сегодня написала, говорит, Галь, ты всегда эту креветку путаешь, я согласна, я ее всегда путаю, ты то ли пьяная, то ли толстая креветка, да, она мне написала сегодня, Лека, говорит, Галь, запомни, Лека, это моя зрительница, она мне написала, Галь, запомни, какая Уралка, такая креветка, я запомнила, ребят, мне просто смешно, когда я, знаете, вот и могу сказать, и пьяная креветка, собственно, понятное дело, что в этой креветке приходят, да, и отдыхают, еще в том числе и выпивают, это все естественно, но по большому счету я не обязана это даже помнить, правильно, потому что это как бы не имеет отношения, собственно, никакое к делу, да, главное, чтобы не забыли, как Уралочку зовут, нашу вот эту Малаешку Красопетовну, а все остальное фигня. В общем, друзья мои, Уралка и говорит, ой, прибыли домой с бровями и с ногтями. Правильно, Уралочка, я тебе сказала, главное, что ты не на бровях домой приползла, вот это было бы весело, а вообще, конечно, слава богу, что ты доехала, так скажем, с бровями и с ногтями, еще бы ты их по дороге растеряла. Надеюсь, пятки свои хоть отодрала от этого всего, да, то брови сделала, значит, ногти сделала, ну, а ноги ногами, видимо, так и не занималась. Далее, друзья мои, начали обсуждение туалетной бумаги, но это очень важно, что предпочитают они, чтобы все-таки там, знаете, был запашок, да. Сарафан гогочит, друзья мои, за кадром, как дурко, да. Далее, далее Уралочка начинает нам демонстрироваться, значит, содержимое пакетов, что же они там прикупили. Ну, доходит у них очередь до кофе Якобс, маленькая баночка, ну, и начинают светиться, маленькая баночка. Сарафан за кадром говорит, мы вам потом расскажем, почему у нас маленькая баночка, друзья мои. Далее, значит, булки для бургера, молодец, наша Малаешка, как всегда, ребят, набрала все, что ей можно и нельзя. И булки, и дошираки, и конфеты, и печенье, и, значит, какую-то вот эту ужасную копченую, не какую-то, а ужасную копченую курицу, да, вот эту упаковку, это какой-то кошмар, и семечки, и все на свете, когда доставала доширак. Ну, что, говорит, обдугани, вот, мол, типа, твоя любимая еда. Уралка, так ты же говорила о том, что эту еду ест не только обдугани, но еще и сарафан, а тут набрала абсолютно всем, да. А виноват, как всегда, обдугани. Короче, набрали там всяких этих химозных, да, печенье, крекеры, всякие там палочки и так далее, сникерсы. Уралка достала аж целые три штуки, да, ну, я шучу, три штуки аж целые, и говорит, ну, свой сникерс я, наверное, отдам парням. Уралочка, ты знаешь, вот как-то верится с трудом, что ты что-то отдашь, скорее всего, что ты что-то заберешь у парней, вот это, вот это ближе к истине, да, а то, что ты можешь что-то отдать, я в этом очень сильно сомневаюсь. Ну, и, друзья мои, сарафан сидит за кадром, да, вот, говорит, да, 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 а Уралочка говорит, вот, завтра выйдет мукбанг, а там мы с вами расскажем, мы вам расскажем, для чего же мы все вот это вот набрали. И сарафан сидит и говорит, да, типа, гадайте, вот такая у нас загадка. Сарафан, ты знаешь, а я тебе скажу, вспоминая ваши словечки, когда вы кричали, когда вы кричали, ну что, хейтеры, считайте пироги, типа, давайте, бросайтесь собаке тут, я вам кость кидаю, да, сколько мы тут это, и также сарафан, знаете, как шоколенок на заднем плане, загадка, типа, разгадывайте загадки, а не пошел бы ты на три веселые буквы, вот, все, что я тебе могу сказать. Кому надо, пусть и разгадывают ваши загадки, вот мне дела до ваших загадок нет. Спокойно, спокойно посмотрим завтра на мукбанге, что, куда вы там собрались, нам даже дела до этого нет, поверь мне, нам есть чем заняться, да, так скажем, в свободное время от ваших роликов. И уж точно, лично я буду спать спокойно, даже не думая о том, куда вы там собрались. Мне честно, до этого даже нет никакого дела. Вот скажите, тогда и будем, собственно, гадать и говорить, что же там будет дальше. А пока пусть ваше хомячье, которое не устало вас облизывать с ног до головы, пусть они сидят на вашем канале и гадают хоть до усрачки, куда вы там собрались. Вот вообще даже нет никакого дела. А вообще, ребят, я хочу сказать, что я все равно оказалась в какой-то степени права, когда я говорила по поводу того, что сарафан все равно может куда-то уехать. И несмотря на то, что мне некоторые мои зрители писали, что вот, Галь, как так, вот Уралочка же, она не может заниматься дачей, да, ну, не может по своим причинам, так скажем, да, все прекрасно понимают по каким, как же она вот может сарафана спокойно куда-то отпустить. И я сказала, что в этом нет никакой проблемы. Огромное количество людей, кто живут в сельской местности, да, где-то в деревнях, кто живет там, кто держит хозяйство, есть у них какие-то огороды, они, у них всегда есть какая-то возможность либо знакомых, да, нанять, так скажем, на какое-то время соседям, да, там приплатить и так далее. Там уезжают, таким образом, люди, у которых есть и хозяйство, и огороды, и дачи, и все на свете, уезжают люди отдыхать и на море, и на две, и на три недели, да, и на неделю. Ничего, как говорится, страшного в этом нет. Я вчера только сказала, что это не какая-то неразрешимая проблема, да, в каждой ситуации можно, из каждой ситуации можно найти выход. Выход там же, где и вход. Вот, собственно, все это все прекрасно понимают. Поэтому, если предположить, что вот они сейчас куда-то там собрались рвануть, неизвестно куда, да, либо отдыхать, но я очень сомневаюсь, что они соберутся, вот мне кто-то писал, что они соберутся, может быть, там на рыбалку или еще куда-то с братом, да. Друзья мои, понятия не имею, но мне почему-то кажется, что у Уралки было бы достаточно сложно ехать на какую-то рыбалку. Мне почему-то кажется, что эта дорога должна быть у них более-более такая, знаете, дальняя. То есть не куда-то на ближайшую рыбалку они соберутся, да, а куда-то должна быть более дальняя дорога, где они все-таки смогут приехать и цивильно где-то пожить, возможно, в каком-то отельчике, да. Я не знаю, может быть, это поездка в Питер, которую в свое время Сарафан Уралке клятвенно обещал еще тогда, когда перед тем, как он улетал в Таджикистан. Может быть, это вообще какая-то, друзья мои, вот, кстати, вспомните, ведь в последнее время Сарафан с Уралкой покупали всякие плавательные вот эти вот, вернее, плавки для плавания, да, для купания. Попросился вот этот вот Абду, просил же как раз-таки вот эти вот маску, маски, ласты, да, все на свете. А может быть, они собрались поехать на море. А как знать, друзья мои, почему бы, собственно, и нет, да? Почему бы не отправиться на машине на море? Вот я бы, в принципе, могла бы предположить такой момент. Ну, опять же, да, может быть, конечно, это какая-то рыбалка, но я что-то очень сильно сомневаюсь, что это рыбалка, да, для рыбалки покупать вот эти ласты, нафиг они там нужны по большому счету. Не знаю, ребята, опять же, не знаю. Гадать, гадать, можно гадать тут сколько угодно, да, но интриги в этом никакой нет, потому что завтра на Мокбанге они пообещали рассказать. Поэтому вот вспоминая даже вот эти моменты, что они сказали, что вот будут, да, ему и ласты покупать, ему там и маску покупать и так далее, и вот как раз-таки вещи какие-то там покупали, я думаю, что, может быть, скорее всего, они, фиг его знает, кто-то скажет, Галя, какое ей море, ребят, ездят же люди на море, да, и у всех разные проблемы на море. Встречаешь людей, у которых кожное заболевание, а что людям делать, да, а что людям, а как иначе? Все же хотят как-то отдыхать, все хотят как-то наслаждаться жизнью, правильно и делают, потому что жизнь у нас одна. От того, что она появится в таком виде на море, ну, извините, да, если она не появится на море, будет сидеть дома, она от этого худеет не станет. Худеть она не худеет. Ну, куда-то, однозначно куда-то они поедут, но все равно, получается, я оказалась в чем-то права, когда сказала, что они могут всегда на кого-то оставить свой вот этот сад-огород, даже вот договориться элементарно вот с этой тетей Наташей, да, с этой соседкой, сказать, что мы вам там приплатим, там или васильком отдадим, да, там или пылесос какой-нибудь подарим, а вы за это присмотрели. Присмотрят они? Да, конечно, присмотрят, ребят. Им-то какая разница? Ну, там поработает немножко побольше тетя Наташа, она же пошустрее, нежели уралочка. Поэтому, друзья мои, может быть все, что угодно, а то, что можно бросить дачу, можно, без проблем. Люди и дачу бросают, люди бросают и свои огороды, люди бросают и свою скотину, не бросают, да, а оставляют временно, пока там уезжают куда-то отдыхать, да, куда-то там вместе со своей семьей, ничего там страшного нет, да, то есть договариваешься с людьми и, собственно, все. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok